Она Гордая Земля моя Сибирь Смахну крылом Польюсь рекой Из края в край Пройду весь мир И не найду Другой такой Земли, как ты Моя Сибирь И не найду Другой такой Земли, как ты Моя Сибирь В беде Любой и в радости Без отдыха И устали От трудных дел Не пряталась И не таила Зла Живет Во мне от матери Моя Кровинка Русская Живым огнем Морозного Сибирского Тепла Смахну крылом Польюсь рекой Из края в край Пройду весь мир И не найду Другой такой Земли, как ты Моя Сибирь И не найду Другой такой Земли, как ты Моя Сибирь Ищу слова Ищу слова хорошие Правдивые и сильные Чтоб передать любовь свою И полюбить И полюбить сильней Леса Твои высокие Твои Озера Синее И небо Васильковое И песни Глухарей Смахну крылом Польюсь рекой Из края в край Пройду весь мир И не найду Другой такой Земли, как ты Моя Сибирь И не найду Другой такой Земли, как ты Моя Сибирь Доброе оранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с нами с телеканалом Энск-49 Здесь Лена Илюшина, Стас Чибриков и наши гости Сегодня у нас в гостях ансамбль «Белые росы» Не весь, конечно, коллектив, а очень его малая часть Надежда Афанасьева Здравствуйте Наталья Соловьева Приветствую И Александр Фершалов Доброе утро Вокальный инструментальный ансамбль «Белые росы» создан в 1996 году в Новосибирске В репертуаре ансамбля – народные песни в современной обработке Песни о России и песни известных российских авторов «Белые росы» – победитель и лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Мы понимаем, не просто так вы к нам пришли, а чтобы познакомить зрителей с вашей новой программой Ну, абсолютно правильно Мы не первый раз у вас, и дай бог, не последний И спасибо вашему каналу, что вы всегда нам помогаете, нас встречаете, анонсируете наши программы Ну вот, и в частности, мы хотим поговорить сегодня, что у нас 16 ноября в концертном зале имени Каца Новосибирской государственной филармонии состоится концерт ансамбля «Белые росы» Программа называется «Песни собирают друзей» С вашего позволения я вот продемонстрирую нашим зрителям Это как раз афиша вашего нового концерта Сразу по поводу названия «Песни собирают друзей» Ну вот «Песни собирают друзей» В афише вот там написано, кто где в рекламе увидит, что в этой программе действительно Ну, я надеюсь, друзья соберутся в зале В зрительном Это в первую очередь Да, ну и на сцене тоже Мы пригласили, мы уже не первый раз сотрудничаем с прекрасными детскими коллективами Это большой детский хор «Журавушка» и вот образцовый хореографический ансамбль «Яролаш» Которыми мы вот познакомились, но не так давно И нам очень приятно с ними сотрудничать Ну, просто несколько танцев Ребята, ну, они станцуют под наши песни Под наши Хочется заметить, что это именно новые произведения в нашей программе Которые мы специально готовим для этого сотрудничества А расскажите поподробнее, что за репертуар? Ну, я еще не сказал, что, во-первых, к нам из области приезжают там ребятишки-солисты С которыми мы уже, ну, не один год сотрудничаем Это вот, допустим, из Карасука, из музыкальной школы Там София Демиду, она была еще маленькая девочка Ей было там, мы уже на протяжении 7-8 лет То есть она вот в наших программах принимает участие А сколько белым ростом вообще коллектива? Белым ростом 25 лет было в прошлом году Это вот так сразу в коллектив человека растят? Да, хитрые Не, ну, действительно, вот Сонечка Демиду, это уже, можно сказать, 7 лет она с нами Вот, и замечательно, как бы, она, видно, что она растет и физически, и творчески Сначала гости, да, потом друзья, собираем друзей, а потом уже себе Потом художественную руководитель Расширяем коллектив Не, ну, вот, в частности, вот, Посинницкая школа, это Черепановского района Там ребята, вот, Константин Рязанов, руководитель Ну, там прекрасные чтецы, они читают стихи замечательных наших Классических поэтов, Блока, Пушкина и так дальше То есть будут прочитаны стихи, да, о России, о Родине, соответственно, и программи В рамках концерта будет, так сказать, литературная часть Да, да, ну, небольшая, там будет одно стихотворение, прочитают ребята Ну, естественно, прозвучат и песни о Родине, о Сибири Ну, песни любимые, я думаю, что которые рожденные, написанные и советскими, и российскими авторами, композиторами И народные, конечно, песни будут Не, ну, это, как говорится, не обсуждается, да, мы всегда наши программы начинаем с народных песен Ну, это, опять же, не только русские народные, это белорусские, это казачьи песни Ну, в общем, обо всем можно говорить долго, надо просто прийти Лучше один раз увидеть Да, и услышать Увидеть, увидеть очень хочется, потому что у вас такие оригинальные, прекрасные костюмы Расскажите, вот, источник этого костюма, это просто воображение художника или нет? Или по древним лекалам? Да Не, ну, это воображение художника Ну, нам повезло, что с нами работает как раз очень такой высококвалифицированный и творческий человек Наталья Фершалова, она является администратором нашего коллектива И она же придумывает нам Управляющая Управляющая коллектива Судя по фамилии, еще и родственник Ну, на все, не по фамилии Некоторым, да Ну, да, у нас с ней фамилия одинаковая Она действительно очень творческий человек, она к нашему коллективу с любовью относится И вот всегда видит какой-то новый образ в нас И у нас очень большая коллекция костюмов Мы за один концерт не успеваем показать все костюмы Все Но в этот раз у нас очень расширенная концертная костюмная программа Когда мы будем там переодеваться, непонятно Ну, пока будут ребятишки на реографический ансамбль выступать А вот для этого у нас нужны еще друзья Нужны помощь Надежда, а вы сколько уже в коллективе? Я очень давно Но я, можно сказать, тоже вот как дети подрастающие поколения Как пришла в 2004 году, так и вот до сих пор здесь Вы скоро, через два года, славный юбилей тоже будете отпускать Да, да, да Мы практически рядышком с ансамблем Ну, она приходила, уходила там Есть такие отпуска Да, училась, уезжала в Москву Пыталась сольный проект Белые росы, два Нет, нет, нет Вот, ну, всегда мы вместе, хоть в Новосибирске, хоть в Москве встречались И все-таки судьба нас опять на родине свела, как говорится, да Тем более мы еще с Ансанычем земляки, рожденные в Убинском районе Так вы коренные, получается Да, вообще А это обязательно условие, чтобы попасть в Новосибирске, надо быть коренной? Нет, это значит Надо быть в Убинском районе Да, да, да Так, вот вкратце, где вам легче, комфортнее выступать? Дома, где стены греют? Или все-таки на гастролях интереснее? Ну, конечно, дома Здесь все-таки родные люди, родные глаза, аплодисменты Нет, ну на гастролях тоже Но на гастролях, конечно Знаете, сейчас мы после небольшого перерыва посмотрим, что для нас выготовили журналисты и телеканала НСК-49 Прервемся, после этого вернемся опять сюда, к нам в студию И поаплодируем с удовольствием вашей еще одной песни Не переключайтесь Ночь лежит над миром темной шалью И вокруг стоит тишина В путь дорожку кто-то уезжает Кто-то смотрит вдаль из окна Ходят, бродят люди по свету И пути не могут найти Только верят счастье где-то впереди Улыбнулся одинокий город Фонари, бродяги, горят Дома душка тревожит многих И ночами люди не спят Ходят, бродят люди по свету И пути не могут найти Только верят счастье где-то впереди Заблудились многие в дороге Просто путь, счастье свой День за днем бы по миру искали Оно вернулось домой Ходят, бродят люди по свету И пути не могут найти Только верят счастье где-то впереди Для любви я двери отворила Ты пришел, и нету тоски Обними покрепче, мой любимый Береги, береги, береги Ходят, бродят люди по свету И пути не могут найти Только верят счастье где-то впереди Продят, бродят люди по свету И пути не могут найти Только верят счастье где-то впереди Добро пожаловать на наш канал! Кто решает, какие песни будут звучать у белых роз? Это вы определяете? Советуетесь с коллективом, так сказать? Девочки, мальчики, ну-ка вот тут... Может быть, заявки с зала принимаете? Вот вопрос вообще-то интересный, вот действительно, ну знаете, как фраза такая, мы посоветовались, а я решил. Я решил, да. Да, ну в общем-то, нет, советуемся. Ну вот хороший вопрос, понимаете, в программе, ну вот песни собирают друзей, у нас тут молодежь собирается прямо вот по этой пушкинской карте там, и прямо попросили вот, чтобы мы исполнили в концерте песню «Мой адрес, Советский Союз». Вот так? Вот так вот. Поэтому песня будет... Будет на... Будет в программе, да. Нет, ну в нашем репертуаре действительно много, вот как говорили, народных, авторских песен, ну вот в частности, Александра Николаевна Пахмутовой, мы, допустим, делали полную программу по ее произведениям, когда к ее 90-летию, ну тем более мы с ней лично знакомы, с Николаем Николаевичем. Несколько песен они написали именно для нашего... То есть прямо для «Белых роз» Пахмутовой и Доброзравов написали песни. Да, это «Погуляем по России», это когда мы в Москве жили, работали. Ну и также вот песни Олега Иванова, с ним нас судьба свела уже тоже вот как раз четверть века, в начале нашего формирования. То есть вот мы говорили про Убинку, песня «Доберусь до Убинку», до Убинки, она написана Олегом Ивановым, ну на стихи там мы стихи очень долго, так сказать, писали. Ну там один корректор подкорректировал, потому что вся Убинка писала стихи, мы все это собирали, корректировали, выбирали, там с Олегом была вот такая пачка, ну вот получилась песня «Доберусь до Убинки». Было бы неплохо сделать программу, но это я так в конце фантазии, которая бы была полностью посвящена городам нашей области. Доберусь до Убинки, выйду в довольное и по буготаку. А в довольном все довольны, да. У нас еще есть песня «Не проеду мимо», мы обычно так «Не проеду мимо», там «Довольно», смотря где выступаем, да, там и, как говорится. Опять же песню Олега Иванова. Ну если мы тут про Олега Иванова вспомнили, во-первых, в этом году у него юбилей, 75 лет, и готовится программа большая, и я думаю, что в следующем году мы планируем, ну в апреле месяце, я надеюсь, что все получится, что мы полностью программу сделаем в концертном зале «Иминникация», также посвященную творчеству Олега Борисовича, прозвучат только его песни, песен у него много действительно замечательных, это вот Олеся Сибровская, там, ну «Товарищ хлеба-горбушку», там, «Горький мед». А сегодня мы исполняли «Земля моя Сибирь». «Земля моя Сибирь» вот прозвучала песня, это опять же Олег Иванов, стихи новосибирского поэта Юрия Колоколового, поэтому вот очень много песен у нас именно наших земляков, ну это и Александра Геннадия Заволокиных, опять же Александра Зацепина, песни тоже они прозвучат в концерте, но об этом мы в концерте там подробнее расскажем, а то сейчас все расскажем, мне интересно. Ну, конечно, да ладно, так. А вот вы говорили, что молодежь очень активно участвует в жизни «Белых роз», вот по-прежнему актуальны, получается, такие коллективы? Знаете, вот как-то так удивительно, неожиданно, ну действительно, вот и к этим вот песням, потому что они же, они по сути, они их не слышали случайно, вот, ну да, у меня дочь общается там со своими ровесниками, вот, типа, кому-то показала, ну как они говорят, а что, прикольно, они же не слышали. Типа, вот, да, вот она там сейчас собирает компанию, применится у меня там. Да-да-да, собирает друзей, вот мы и собираем друзей. Ну, то есть, когда появилась пушкинская карта, вы заметили, да, что прибавляется количество молодых в зале, и они, не потому что там мама заставила, да, им действительно интересно, да? Да-ка нет, они действительно эти песни для себя открывают по-новому, они их слышат впервые, ну и, как ни странно, очень приятно, что они им нравятся. У нас даже появились фанаты, которые приходят с плакатами. Да. Молодежь, вот именно молодежь, мы были очень удивлены. Может быть, это сказывается ваша современная обработка, вы же берете не просто народную песню. Но мы стараемся, чтобы разным возрастам был интересен наш репертуар. А есть верные слушатели, которые вот 25 лет с вами там будут? Да-да-да. Есть такие, кто ходит на каждый концерт, постоянно в Новосибирске. У нас там есть мой дайв неприятие. Куда бы вы ни уехали. Ну, в Новосибирске точно, не пропуская концерт. Я даже знаю, особенно по залу Каца, там вот одно место, там есть у нас Витя Швинин, тут он все, его кресло, он всегда... Забронировано. Всегда на месте, да. Так, потому что у него абонемент круглориоричный. Вы часто по нашей, давайте сейчас понятно, гастроли, там все по нашей области часто ездите с выступлением? Ну, довольно-таки часто, естественно, потому что мы филармонический коллектив... Областной отдел филармонии. Есть такой областной отдел, который планирует нам, организовывают эти концерты. Нет, ну, действительно, мы с удовольствием, очень даже интересно, потому что, ну, в области и встречают, и принимают, и провожают хорошо, и все нормально. Подарки дарят какие-то? Да. Вот, я не знаю, там, молока к рынку. Олбаса. Бывает, конечно. Сало. Сало, да. Молодцы. Слушайте, я как-нибудь с вами тоже хочу на гастроли съездить. А самый необычный был какой-то подарок? За корову приволокли, например, на сцену. Вот опять же Убинка. Знаете, когда... Честное слово, когда были вот эти начала перестроечных всех этих дел, ну, все эти бартерные дела, был день села, да. Не, ну, мы отработали концерт, действительно, завалили корову, там, вот, нам мясо дали, ребята. Вот, денег нет, вот, берите мясо. Мы потом приехали в город, всех друзей угощали. Ну, куда корову, как нам, всем-то? Многовато было, действительно, это было. То есть, ну, теперь вы в Убинку уже приезжаете сразу с намеком. Ну, ребята, мы здесь надолго, да, шоу пизда, да, да. Нет, ну, было такое, да. Если взять какого-нибудь молодого человека или девушку, которая хочет в ваш коллектив, они могут вот просто к вам прийти и сказать, здравствуйте, мы хотим петь, там, или у вас уже устоявшийся такой костяк, и очень сложно к вам попасть. Да-ка нет, они вот именно приходят и поют, если вот и молодые ребята, все. Ну, понятно, свой устоявшийся коллектив, это вот мы, но они вот, они и принимают участие в наших вот таких программах. А вы можете выгнать кого-то из коллектива? Я все-таки хочу попасть. Пока что некого и не за что. То есть у вас послушные, никаких нарушений? Ну, все уже, все уже такие проверенные. Притерлись уже. Притерлись? Да. Сложно было притираться вообще? Ну, бывают всякие там моменты. Вам-то нет, вы уже 20 лет в коллективе считаете. Я всех пережила. Кстати, Наталья, а вы сколько? Ой, я вообще не считаю, а зачем это? Каждый день приходишь на работу, как свежая. Григорий Приперлевич, выпад такой, сейчас в вашу ссору, ну а зачем? Как все снова с чистого сбелывались. Легко это ходить на творчество. Ну, понятно, когда человек работает там у компьютера, что-то там считает, составляет графики, а приходить на работу в творчестве. Все равно же нужно настроение там, нужно хорошее настроение, чтобы петь, чтобы дарить это настроение со сцены людям. Вот каково это? Мы всегда с вами. Каково это ходить всегда с хорошим творческим настроением на работу. А вот знаете, вот эти концерты большие, для нас еще это и есть такой момент здесь. Мы на самом деле на них очень мобилизуемся, именно нашим составом, и мы с удовольствием собираемся, и даже друг перед другом стараемся как-то выразиться, ну, как-то эмоционально поддержать вот этот вот тонус коллектива. Потому что, ну, каждый, наверное, это понимает, что от него, в частности, это и зависит хорошее настроение. Как можно хорошее настроение? С утра проснулся, его же не бывает ниоткуда, да, оно должно появиться. Руководитель внимательно слушает. Пришла, увидела, Сан Саныча, Надюшку увидела. О, настроение поднялось, как дела? Да, и когда мы на репетиции разучиваем какое-то произведение, и каждый поет свой голос, и когда вот это слияние происходит, это такой, как... Да. А вне концертной деятельности вы проводите время вместе? Бывает, да. И на дни рождения собираемся, и на какие-нибудь празднички там, да. Ну, мы практически видимся каждый день. Каждый день, когда еще свободно еще, куда еще? Отдыхаем друг от друга. Да, как говорят, а в свободное время что делать? А где оно в свободное время? У кого оно есть? Нету массового времени? Вам можно позавидовать. На работу, как на праздник, каждый раз. Да, точно. У вас каждый год выходит новая программа, правильно? Практически каждый год. Да чаще. Чаще, даже и чаще получается. А к следующей программе начинается подготовка уже, наверное... То есть вы вот будете играть в свой концерт, если собирают друзей, а уже готовитесь к следующей, да? Абсолютно правильно. 2 марта, в канун Международного женского дня. Уже готова? Уже думаю об этом. И новогодние проекты обдумываем, и к 8 марта, и вот уже программа к юбилею Олега Иванова. Все это уже у нас в работе. А помимо работы в филармонии на корпоративы приглашают? У нас еще есть другие, конечно, там может быть... Не, ну как таковых корпоративов, мы как бы, я так понимаю, маленько не в том формате корпоративном. Ближе к декабру мы с вами вне эфира встретимся. Обсудим. Все это обсудим. И я так понимаю, и к марту вы к нам тоже придете в гости. Друзья мои, мы вам желаем от всей души, чтобы без сучка задоринки прошел ваш концерт «Песни собирают друзей». Всегда вас приятно видеть у нас в студии. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое, что пригласили. Ждем всех на концерте.